здравствуйте дорогие друзья вас приветствует галина конышева видео по новости из группой в телеграмм председателя государственной думы вячеслава володина сейчас уже в это время говорят по всем каналам об этой новости о том что в заблокированы на азов стали заводе нацисты азовом который держит в заложниках мирных жителей выдвинули ультиматум что будет выпускать одного человека в обмен на продукты человек на продукты по весу 66,6 килограмма типично сатанинский сигнал и прилагаю вам скрин из телеграм-канала володина то есть там написано именно такой цифрой далее я озвучу в комментариях эту информацию мне пишет одна женщина что у них что они запросили тысячу килограмм на 15 мирных получается 66 и 6 типа ничего такого да не математики пишу я вот еще одна неувязочка если мы возьмем тысячу килограмма разделим на 15 то получим цифру 66 целых и 666 после запятой бесконечное число 6 а при таком раскладе по законам математики цифры округляются в большую сторону и тогда должно быть не 66 и 6 а 66 и 7 после запятой так что математику они притянули за уши но тем не менее это четко сатанинский сигнал обозначили итак запоминаем эту формулу и далее по ней получается что нацист азова и натовские консультанты готовы выпустить 15 человек остальных куда или там всего 15 человек осталось или там больше но они не попали в счастливую сатанинскую формулу 1000 на 15 поделить о чем еще говорит эта цифра шестьдесят шесть целых шесть десятых о ком или с кем мы воюем не с украиной и не с нато а сатанинским миром за право оставаться человеками на своей земле сатанисты себя обозначили продолжают обозначать что есть хорошо их становится видно раньше они ставили свои метки и глумились над наивным глупым и доверчивым населением планеты а теперь их следочки стали смердить и бросаться в глаза сейчас мир стоит на грани почему они сатанинская западная элита и наши внутренние сатанисты особенно в шоу-бизнесе так нагло себя ведут они уверены что отсидятся во время ядерных ударах своих бункерах подземных городах или в израиле или в америке они поэтому и бегут в израиль они толкают мир к ядерной войне подогревают это все в своих соцсетях в том числе но большое но не просто большое а огромное но в чем заключается это но я скажу в конце этого фильма вадим шагалов в своем ролике про илона маска вот свежий сегодняшний ролик показал что илон маск есть еще где-то 10 лет назад продвигает новый мировой порядок на пиджаке илона маска вот вадим углядел как раз выбитый не так как незаметно строки новом мировом порядке свое время несколько месяцев назад когда была в тренде к видная такая тема видная такая видна я делала расшифровку по виктории нуланд в одном из фильмов что фамилия нуланд означает не что иное как 0 андер нулевая земля или горная система вершина горы но ноль самой высокой как начало как ноль тогда я не стала утяжелять видео и добавить еще один нулевой проект это расшифровка имени илон маск маска это маска это же очевидно а илон наоборот это на ли получаем на ли маски на ли маска опять проект на ли нули это карта джокеров сейчас на планетарном театре военных действий который аккумулируется на украине о крайне нулевом крае о это ноль край идет битва джокеров путин тоже джокер он также из компании озеро зеро это ноль и ноль два нуля буква z двойной ноль двойной джокер и так идет битва джокеров это высший уровень и дальше либо пан либо пропал мне это хорошо я пожила и в самой лучшей стране в ссср и встречалась самыми интересными людьми и занималась в общем то так повезло что смогла заниматься большей частью жизни своим любимым делом а как бы тем кто начинает жить или прожил еще очень мало никогда не впадай в отчаяние шарапов не имей такой дурной привычки любимая фраза из популярного фильма и так битва джокеров по новому мировому порядку кто начнет ось координат x y z на территории 0 у края у границы дон дно который ведет в лондон или из лондона сейчас ваша жизнь в руках каждого ваша жизнь твоя жизнь то кто слушает твоих руках теперь о большом но что это на то что как мыслишь так и получаешь большое но состоит в том что ни один джокер условно наш и условно не наш темный или светлый или серо-бурмалиновый или из зебры ничего не может сделать без нашей ментальной силы и энергии поэтому идет борьба за умы так как ум при наличии ра есть разум а просто ум без ра может стать инструментом в руках темного джокера и получается что если бог хочет наказать человека он лишает его разума то есть светлого ума и что на физическом материальном плане произошло то что самые лучшие воины это те в ком есть днк русов поэтому немцы великую отечественную войну а не мечные славяне так самоотверженно гибли им промыли мозги и направили убивать когда-то своих близких родичей а на украине и того проще активной украинизации шла ну где-то лет сто со второй половины 19 века продолжилась двадцатом и при советской власти это надо признать как победы подрывной деятельности мирового когда когда к гала в стране советов так как оказывается в ссср украинизация была насильственной многих русских на украине записывали украинцами навязывали украинский язык карьеру можно было сделать если в совершенстве владеешь украинским языком это мне пишут люди с украины у советские люди которые в то время жили и уж после девяностых а тем более после 2014 года проекта нулевая земля после приезда этой дамы виктории нуланд нулевая земля или гора этот процесс полной тотальной украинизации и нацификации пошел как снежный ком и начался геноцид донбасса который стал рубежом на защите большой руси это надо признать донбасс это рубеж люди гибли за большую россию за большую русь и продолжают гибнуть кстати так вот большое но заключается в простой истине что без наших рук наших разумов наших энергий никто не может нас не уничтожить не победить все делается лишь нашими руками у сатанистов есть большой блеф это один раздутый мыльный пузырь некий волшебник изумрудного города под маской которого большой 0 или большой 0 маск 0 и виктория победа это 0 нулевая пустая победа они есть маски набиты папье-маше клоуны игроки но это же очевидно они шулера и картежники наркоманы и извращенцы но мы-то играем всерьез в их игры и наши дети умирают всерьез тогда все те кто понимает о чем я говорю кто увидел как сработала формула по к 1 вид 19 ст к единому виду человека разумного счастья процветания благоденствия любви слова твердо она и продолжает работать утверждайте мир и процветание благоденствия и любовь достаток всякого блага на планете земля единому виду человека разумного слова твердо рисуйте это мирное небо жизнь цветущую в любой момент страха в любой точке планета где бы вы не находились и вы увидите результаты как ластиком стирайте плохие картинки в голове это же очень важно чем больше таких визуализаторов будет тем быстрее материализуется картина мира любви и добра для всего человечества а шуты гороховые уйдут призраки подземелье в тень растворяться без следа благодарю за внимание подписывайтесь на мои соц сети группы телеграм ссылки в описании благодарю всех кто меня поддерживает всех вам благ а следующее видео про станцию метро и сатанинскую скульптуру и что с этим нам делать подумаем это в следующем подумаем как это нейтрализовать до свидания